Микс Ньюс Советы Богачек То есть я советую провокациям, но не все их могут себе позволить делать Российский психолог-психотерапевт Скажи ему, слушай, ты меня сейчас бесишь, вот честно Специалист по семейным отношениям Ну все, будьте готовы к тому, что он пойдет искать другую энергетическую другу Ирина Богачек на Радио Болтком Поэтому это такие некие лайфхаки Дает советы и отвечает на вопросы Есть три темы, которые категорически нельзя поднимать с мужчинами А потом их раскроем А потом их раскроем Советы Богачек Время выхода программы анонсируется дополнительно И все проблемы решаются Здравствуйте, уважаемые слушатели Начинается программа Советы Богачек И действительно, вот мы встречаемся каждую третью неделю И сегодня как раз такая пятница Ирина Богачек, российский психолог-психотерапевт у нас на связи Здравствуйте, добрый день, Ирина Добрый день Мы собирались поговорить сегодня на такую очень интересную тему Как тренды современных отношений Я понимаю, что речь идет о такой классификации, наверное Как можно вот как-то сгруппировать Те типы отношений, которые встречаются Между мужчиной и женщиной А может быть и сейчас времена такие Всякие бывают Но вот самые главные вот какие-то тренды И вообще, что это такое Тренды в отношениях? Ну, прежде всего начнем с того Что означает слово тренд Тренд есть не что иное Как тенденция к изменениям И сейчас мы как раз и будем говорить Об изменениях в отношениях Конечно же, все ностальгируют по тем временам Когда были романтические письма Романтические знакомства Да-да-да, вроде бы все у нас Все работает Вот, и когда люди писали друг другу послания Стихи Сейчас, конечно же, все изменяется И, в общем-то, психологи говорят Что в 21 веке мы уже говорим о том Что отношения плюс-минус становятся Не совсем здоровыми Сегодня как раз я и буду рассказывать Об этих трендах Вообще-то слово тренд очень модное Его используют молодежи Например, в таком популярном Я не знаю, как назвать Приложении, как TikTok Вот там вот есть тренды в танцах Есть тренды в музыке Есть тренды в моде Ну, а мы про тренды психологии В данном случае про тренды Современных отношений Конечно же, с развитием Современных технологий Отношения претерпели Огромные изменения И каким-то не в лучшую сторону И слышно ли меня хорошо? Ну, так, чуть-чуть бывает Но вроде бы я понял, что Не в лучшую сторону они меняются И ведь действительно Раньше была уже такая четко Наработанная схема Молодой человек Знакомился с дамой Девушкой в обществе Оказывал ей знаки Внимание В общем-то Намекал на то, чтобы Ну, получал от нее знаки Что она ему нравится Он приходил к ее родителям Просил ее руки И, собственно говоря, вот Дальше после согласия Начиналась их подготовка К свадьбе Семейной жизни То есть там шла Вот никаких трендов не было Там была только вот Накатанная колея Все остальное Это блуд, грех Осуждаемые обществом Да, и определенные Хранили Ну и, в общем-то Раньше пара, когда шла К алтарю Каждый из партнеров Нес отдельную свечу А когда они уже Сочетались браки Эти две свечи Гасились И зажигалась Одна общая Ну, а На сегодняшний день Все меняется Все течет И как раз Я сейчас и начну Рассказывать Про те самые тренды То есть про тенденции Которые наблюдаются В современных отношениях Ну, прежде всего Я хочу сказать Что сейчас Вообще люди Не очень хотят Жениться Вступать в официальный брак Они начинают жить В гражданском браке У нас целая программа Была посвящена этому И Или просто встречаются И Один из первых трендов Он называется Уходи по-английски То есть вроде бы Люди встречаются Вроде бы у них есть Даже симпатия К друг другу Близость Может быть даже эмоциональная Но постепенно Эти встречи становятся Все реже 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 И так постепенно Без скандалов Без каких-то истерик Общение сходит на нет И в какой-то момент Ты понимаешь Что уже, например Ну, как минимум Месяц не общался Не слышал Не видел этого человека И у тебя В общем-то И даже не было Какой-то потребности Или эмоциональной Заинтересованности Необходимости И только потом Где-то под Новый Год Возникает сожаление А не отправить Ему поздравления С Новым Годом И, конечно же Встает вопрос А почему же так случилось? Кто же был виноват? Ведь вроде бы Все так прекрасно И замечательно Начиналось Вот Это очень характерная Тенденция Для современных отношений Ну, во всяком случае Здесь хотя бы Не критично И здесь Человек не попадает В психологическую травму А вот сейчас Я буду рассказывать Про очень интересные Тренды Современных отношений Которые называются Гостинг Гостинг И орбитинг Вот что же это такое Я сейчас Расскажу Конечно же Переведу на русский Ну, а по-другому Гостинг называется От английского Кстати, слово Гост Призрак Это человек-призрак Когда Ты встречаешься Например, там После переписки Или просто Вот возникают Уже реальные общения Вы встречаетесь Один раз Или пару раз И далее Человек В течение 72 часов Пропадает Самое интересное Что это Никаким образом Не связано С вашими поступками Ищетнувши Это абсолютно Чётко понимает И психологи На самом деле Очень серьёзно Они спокойны Тем, что это Настолько Распространённое Явление Почему? Потому что Человеческая психика Она стремится К завершению И когда Вроде Прошёл Единственный вечер Или какое-то Свидание Вы куда-то ходили Вы разговаривали Казалось вообще Что вы нашли Друг друга А после этого Человек Просто Без объяснения Вещин Исчезает И тогда У второго человека Пикает Дыра Что я сделал Не так Почему Такое Произошло И конечно же Начинает анализировать Прокручивать Додумываться Вот это Как мыслительная Жвачка Одно сообщение Послал Человеку Привет Что случилось Особенно Женщина Начинает Оправдывать Мужчин Почему Они Не выходят На связь Ну Существует Очень хорошая Фраза Что если Мужчина В течение 48 часов Не объявился Либо Он умер Либо Точно Его Не заинтересовало Вот Ну Что же Делать В таких случаях Ни в коем случае Не строите Никакие предположения Не оправдывайте Вот этого Гостера Что ему Помешало Перезвонить Вам Например Может быть Он потерял Телефон Может быть Он в какой-то Зоне Где Отсутствует Сотовая Связь И так далее Конечно же Ни в коем случае Не делайте Виноватым Себя Потому что Все люди Разные И В том Что произошло Вообще Нет Ничьей вины Это Тенденция Это Тренд Современных Будьте К этому Готовы И я Сейчас Скоро Передача Называется Совет Удачи Как раз Советую Да Нашему Радиуслушателям Пожалуйста Не Ну что называется Не зацикливайтесь На этом Может быть Как раз Вот Ну так Случилось Что вы попали В такие отношения Ну и уж Самое Последнее Ни в коем случае Не ждите Возвращения Этого Гостера Потому что Вы только Тратите Время И Затягиваете Своё Восстановление А вот Более Худшим Вариантом Гостя Ну вот Этого Гостинга Идяется Гостинг Ну как Некая Превосходная Степень Когда После Свидания Тебе человек Ещё раз повторяю Неважно Мужчина И женщина То есть Как себя Мужчина И женщина Тебе Паспорт Присывает Сообщение Или во время Свидания Говорит тебе Что ты Самая Лучшая Ты просто Идеальная Женщина Которую он Ждал всю жизнь Что только С тобой Он хочет Родить детей И так далее То есть Убеждает В том Что этот Человек Единственный Более того Подкрепляет Ещё Например Какими-то Словесными Тирадами Присылая Сообщение Называя Ты моя Королева Мы провели Такое Прекрасное Время Я Думала Тебе А дальше Всё Точно так же В течение 72 часов Пропадает И конечно же Здесь Ещё больше Потрясения Потому что Ну как же Вот же Вот же Словесные Доказательства Того Что человек Сказал Что Я ему Нужна Или нужен И поэтому Здесь Советы Богачек Следующие Не принимайте На веру Вряд В любви Первые Отношения Хотя У меня Есть Собственное Тоже Клиния Я по-моему Его уже Оречевляла Как-то Что Мужчины Влюбляются От трёх Минут До трёх Часов И В данном Случае Есть такой Психотип Мужчины Который Тут же Тебе В первую Минуту Знакомства Может сказать Что Ты действительно Женщина Все в моей Жизни У меня Был Очень Интересный Случай С моей Одногруппницей Она Ехала В метро Стояла На эскалаторе А Ниже Стоял Молодой Человек С букетом Цветов И Он Развернулся К ней А у Ни Была Большая Родинка На щёчке И Он Совершенно Неожиданно Сел И посыловал Ее В эту Родинку Ее Звали Нонна Может быть Она Меня Будет Слушать И Огромный Привет Ей Вот Она Так Опешила Говорит Это Букет Сибирь Она Говорит Ну Такого Просто Не Может быть Конечно Она Не Поверила Но На самом деле Это Один Из Немногих Редких Ключев Когда Действительно Он Ехал На день Нождения К своей Бабушке Но Вот Так Вот Увидел Просто В первую Секунду Понял Что Это Женщина Всей Жизни Я Все Так Верю В Любовь Верю В Сказки Но Мы Сегодня Про Тренд Я К чему Проиллюстрировал Что Такие Истории Тоже Бывают Поэтому Пожалуйста Делайте Выводы О Человеке Особенно О Мужчинах Не По Словам По 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 Это Для Женщин Слова Важны А Мужчины Они Проявляются Совершенно В Другому То есть Они Проявляют Себя В Действии В данном Случа Если Слова Не Подписались Никаким Действиям То есть Первое Основное Если Этот Мужчина После Эти Слов Не Объявился В Течении 48 Часов Возможно Раз Вариант Того Самого Мостинга Куда Тебе Самое Превозгодное Но К сожалению Оказывается Это А почему 48 Часов Вот Это Критическое Такое Время А вот Психологи Так Установили Что Мужчине Нужно Двое Суток Первые Сутки Он Может Быть Я не Знаю В Аффекте И Думает Что Случилось Может Быть Он Даже Пойдет К Другу И Они Выпьют Например Бокальчик Вина И Он Расскажет Что Я Встретил Женщину Всей Своей Жизни А вторые Сутки Действительно Уже На Обдумывание Когда По чуть-чуть Эта Эйфория Пропадает И Мужчина Действительно Начинает Понимать Нужна Ему Женщина Или Нет У Женщин По-другому Женщины Годами Мужчина Мужчина Которые Ходят Рядом А потом Какой-то Действие Ворот Головы Я не знаю Какая-то Фраза Просто Он Сделал Новую Прическу Себе Или Вдруг Выяснилось На Новогоднем Компортиве Что он Прекрасно Поет И Все И Это Оказался Якорь Любви И Женщина После этого Вступает С ним Романтические Отношения Ну вот Продолжаю Дальше А бывает Что Вот Эти Гостеры И Мостеры Возвращаются Но возвращаются Очень Специфическим Обратом И Здесь Конечно Им На руку Играют Социальные Сельцы Они Вдруг Начинают Ставить Лайки Своими Фотографиями Еще раз Повторяю Это могут Быть и Мужчины И Женщины То есть Женщина Может Ставить Лайки Под фотографии Мужчины От Кого Она Сбежала Все В С Или Например Оставлять Какие-то Односложные Комментарии Или Делать Перепосты И Вроде Создается Ощущение Что Этот Человек Тебе Заинтересован Но В реальный Контакт Он Вступает И Дальше Если Снова Начинаешь Задавать Вопрос Привет Я Видела Что Ты Поставила Огромное Количество Лайков Под Моими Фотографиями Как Твои Дела Не Отвечает Контакт Не Слухает Но Тем Не Менее Он Что Называется Держит На Орбите То Есть Все Время Как Поддерживает Твое Внимание Чтобы Ты Помнила О том Что Это Он Как Вообще Этот Человек Присутствовал Зачем Это Такое Вот Зачем Тратить Ему Время На Это Современный Человек К сожалению Очень Нарциссический И В данном Случае Ему Нужна Публика Ему Нужны Зрители Ему Нужны Почитатели И В данном Случае Это Становится Одним Из Что Называется Членов Его Свиты Которому При Необходимости Можно Обратиться Или Например Встретиться Или Не знаю Сходить В кино Или Еще Что То есть Для Каких-то Вещей Не Пасаются Вот Эти Вот Иллюзии И Конечно же Здесь Мы Можем Говорить О том Что Есть Такое Явление Как Запасной Аэродром То есть Вот Этот Гостинг Мостинг И Орбитинг Могут Перерасти Все Так В То Что Эти Отношения Перейдут В Так Называем Запасный Аэродром Может Быть Вы Даже Встретитесь Или Начнете Встречаться Но Почему-то У вас Современное Ощущение Что Ваш Партнер Поджидает Чего-то Лучшего И Возможно Он Ищет И Вы Видите Это По Каким-то Знакам Например У него Огромное Количество Переписки В Его Смартфоне Или Почему-то Он Не Уходит Из Социальных Сетей Может Даже Находится На Сайтах Знакомства И Так Далее И Конечно Быть Запасным Аэродромом Каждый Выбирает Для себя Сам Кого-то Это Устраивает Потому Что У него Присутствует Например Страх Одиночества И Он Думает Пусть Лучше Такое Чем Вообще Ничего Ну Об Этом Чуть Поподробнее Я Расскажу Очень Модно Сейчас Одним Из Трендов Является Такой Тренд Который Называется Очень Важная Персона Вроде бы У вас Есть Прекрасные Отношения Эмоциональная Заинтересованность И Близость Прекрасная Но Другой Человек Вечно Занят И не Находит Для тебя Время И Это Оттого Что Вот тот Который Изображает Вечно Занятого Он Думает Следующим Образом Я Таким Способом Буду Поддерживать Интерес Если Мой Партнер Будет Видеть Что У меня Есть Своё Дело Что Я Все Время Чем-то Занят Что У меня Есть Какие-то Идеи И Возможно Там День И так Далее Это Будет Поддерживать Отношения Но На самом Деле Это Миф И Утопия Дело В том Что Тот Который Вечно В состоянии Ожидания Рано Или Поздно У него Называется Запредельное Торможение Он Больше Уже Не В состоянии Поджидать Этого Вечно Занятого И Важного Человека Может Переключиться На Какие-то Другие Отношения И Кстати Есть Такая Российская Группа Звери Вот И Как раз У Романа Есть Песня Про Девушку Которая То Милан То Париж То Я улетаю У меня Вечно Дела 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 То Милан В конечном Итоге Он ей Тоже Говорит У меня Тоже Дела То Сургут То Сыктывкар То Берм То еще Что-то И Таким Образом Отзеркаливает И дает Ей Понять Что Ну Дорогая Ты уже Определись Что Для тебя Более Потому что Конечно Энергия Конечная И время Плюс-минус Это 24 часа В сутки Но умение Грамотно Распределить Что тебе хватало И на твои идеи И на твоего партнера Это возможно Главное Было бы желание А вот другой Интересный Тренд Да Ирина Я как раз Хотел Подвесить интригу И Сделать маленькую паузу После которой Мы вернемся В студию И продолжим Я напомню Что программа Советы богачек И мы разбираем Тренды Современные Тренды Отношений Продолжается Программа Советы богачек И Российский Психолог Психотерапевт Ирина Богачек В нашей Ну хотел сказать Студии Но виртуальном С нами на связи Мы говорим О трендах Современных Отношений И разбираем По полочкам Группируем Вот эти Самые тенденции Да На чем мы остановились На какой Остановились на очень Интересной тенденции Которая называется Гэтсбинг Который назван В честь главного героя Известного Романа Фитт Жиральда И если мы вспомним сюжет То Джей Гэтсбинг Устраивал роскошные Вечеринки Когда у него появились В надежде Что его любимая Заметит Узнает И когда-нибудь Сможет посетить Эти вечеринки И Они снова Встретятся И таким образом Сейчас Эти люди И используют Социальные Сети То есть Выкладывают Всевозможные Фотографии Проводкационные Ролики Может быть Что-то В тематике Чтобы Подписывать Того самого Партнера Но Очень часто Это оказывается Утопией Твой потенциальный Партнер Может быть На тебя Не подписан Вовсе И никакие Интересы У него могут быть И вообще Он может не понять Что это Относится Именно к нему И поэтому Здесь Совет Богатчик какой Конечно же Живите Своей жизнью Не ставьте Ее в режим Ожидания Как это Сделала Джей Гэтсби И мы знаем Что эта история Закончилась Не очень Хорошо А что Если уж Все-таки Вам хочется Каким-то образом Войти в контакт С той персоной Которой Нравится Действуйте Такими способами Проявляйте Инициативу У которых Может быть Результат Просто напишите СМС-сообщение Привет Это Джей Гэтсби Давай Смешите На чашечку кофе Да Следующие Такой вот Не очень Приятный Тренд Кстати С этим Запросом Приходят Часто Люди Ко мне В психотерапию Он Называется Игра В прятки Или английское Слово Сэшинг То есть Припрятывать И что Происходит В таких Отношениях Дело В том Что Вроде Люди Встречаются И опять же Есть Эмоциональная Заинтересованность И интимная Близость Но почему-то Один партнер Скрывает Вот этого Своего второго Партнера От своих друзей От своих близких От родителей Раньше Вообще Очень показательно Было Если молодой Человек Был заинтересован В девушке Он Обязательно Вел Ее Познакомить Со своей Мамой Ну Или наоборот То есть Сейчас Люди Могут Встречаться Длительное Время Но При этом Совершенно Не Как бы Демонстрировать Своего Партнера И я Считаю Что Это Не очень Благополучная Ситуация Особенно Если Мужчина Припрятывает Женщину Потому что Возвращаясь К своей Излюбленной Теме Что мужчина На треть Божественный Сын То он Любит Хвастаться Своей Женщиной Как Маленький Мальчик Хвастается Какой-то Игрушкой Или Какими-то Достижениями Он Наоборот Будет Ее Демонстрировать Показывать Выпячете Что Называет Смотрите Какая У меня Замечательная Любовь А если Он Ее Припрятывает Значит Что-то Нехорошо И тогда Я рекомендую В особенности Задать Мужчинам Два вопроса Первый Что ты Обо мне Думаешь И второй Вопрос Как ты Ко мне Относишься И вот Когда Тебе Ответят На эти Два Вопроса Если захотят Отвечать Если не захотят Отвечать Тоже Мы в общем-то Мы можем Подумать О том Что не очень Является Здоровым В отношении Но В ответ На эти Два Вопроса Что ты По мне Думаешь Как Ко мне Относится Уже Будет Видно Есть ли Какая-то Перспектива Планирует ли Человек С собой Что-то Потому что Если он Не планирует То конечно же Что делать Возможно Это вообще Не ваш Человек И Вам Все-таки Идео Расслаб Относится Относится Ли К Вот К этому Случаю Например Когда Человек Не Публикует Совместные Фотографии В своей Соцсети То есть Вот Скрывает И Таким Образом Свои Отношения От Внешнего Мира А я Вот Например Не публикую Вообще То есть У меня Нет ни Одной Фотографии Моего Супруга Или Например Моих Детей Но При этом Я Достаточно Долго Время Это не может быть Таким Сигналом Тревожным Совершенно Нет И я В конце Нашей Программы Как раз Расскажу Как Испечь Тот Самый Пирожок Здоровых Отношений И вот Одной Стадии Очень Даже Могут Быть Совместные Фотографии А на Другой Стадии Отношений Как раз Уже Они Не Присутствуют Вот Поэтому Не Обязательно Не Обязательно Хотя Некоторые Конечно Не публикуют Для того Чтобы Опять же Таки Повысить Свой Платус В плане Желанного Жениха Или Желанной Невесты И привлечь Побольше Аудитории Ну а Следующим Трендом У нас Является Такой Очень Модный Термин Который Называется Бред Крампинг То есть От английского Хлебной Трошки И он Тоже Появляется Благодаря Общине В социальных Сетях Кстати Предлагаю Вот может быть Следующую программу Сделать Любовь И виртуальные Сети То есть Виртуальная Любовь Очень подробно Расскажу Какие подводные Камни Подстерегают Людей Когда они Знакомятся В социальных Сетях Что из этого Может получиться И вообще Может ли это Перерасти Серьезные Длительные Отношения И брак То есть Очень Интересный Момент Но сегодня Я сейчас Именно про Тренды Современных Отношений И в данном Случа Про хлебные Трошки Когда Времени Афремни Человек С которым Ты например Сходил На несколько Свиданий Начинает Ставить Тебе Смайли Или посылает Смс Сообщение Очень Даже Иногда Может быть Эротического Содержания Привет Малышка Я соскучился Как ты пожелаешь И так далее И складывается Впечатление Что Этот человек Тебе Заинтересован И создаются Иллюзии Вот эта иллюзия Заинтересованность Потому что Тебе пишут Комплименты Тебе говорят О том Что по тебе Смучают То есть Эмоционально Заинтересованы Что же В чем же Дело А когда ты говоришь Ну давай Увидимся Если ты Так скучаешь Человек Говорит Нет Я занят Я куда-то улетел То есть Без конца Находятся Какие-то Оправдания Для того Чтобы в реальности Не встречаться И не поддерживать Эти отношения Или может быть Встретиться Один раз А потом Опять Например На несколько Месяцев Человек Исчезает И кроме Как там Редкие Сообщения Какие-то Ватсап Или Например Какие-то Лайки В соцсетях Больше Он никаким Образом Себя Не проявляет Почему Такое Происходит Потому что Вот здесь Я перехожу К очень важному Моменту Есть болезнь Есть болезнь Современного Общества Которая Называется Лекситимия Когда Современный Человек Перестает Чувствовать Потому что Ему А На это Не хватает Времени Чизнь Очень Быстрая Б Потому что Если я буду Чувствовать Я могу Стать Уязвимой То есть Это будет Моим телом Боли Через Которое Меня Можно Проникнуть И ранить И поэтому Люди Предпочитают Не вступать В эмоциональную Визусть Ну В особенности Я хочу Рассказать Пример Мужчин То есть Если у мужчин Например Была Мама Которая Как любила Точно так же Может быть Она и Часто не присутствовала В его жизни Потому что Он много работала И у Вначале Мальчика А потом уже У мужчины Появляется Следующее Ощущение То есть Если я Войду В эмоциональную Близость Я могу Быть А Либо Брошенным Как это Происходило С моей мамой Я нуждался В ней Она бесконечно Была В каких-то Командиров Занималась Бизнесом И я Испытывала Огромные Потребования Недостаток Любви Либо Б Это была Слишком Опекающая Вот такая Любящая Мамаша Которая Просто Душила Меня Своей Любовью И Тогда У человека Возникает Ощущение Что Он Растворяется В своей Маме Он Перестает Раствовать Как И вот Тогда У мужчин Эти качели То есть Он Боится Он боится Вступать С женщиной В отношения Потому что Он может Быть Либо Брошенным Либо Поглащенным То есть Меня не будет Я Не то что Под Внучником Кстати Самые Сильные Мужчины Они Всегда Не боятся Это Сказать Они Говорят Да Я Подкаблучник Часто С Александром Гордоном Дача Мужская Женская Да Мы бываем Вместе Я Эксперт Выступая Вот Он Все Время Говорит Я Подкаблучник Я Все Не Стесняется Этого Говорить А Здесь В данном Случа Мужчина Боится Этого Боится Эмоциональной Прикладности И Это То же самое Может Касаться И Женщин И Таким Образом Оставляется Запас Вариант То есть Вроде У меня Есть Этот Человек Но Эмоциональной Близости Нет Поэтому Если Что Я Смогу Всегда В любом Случа Случаться Для Меня Это Не Будет Слишком Трагичным И Так Далее Поэтому Что Здесь Делать Какой Совет Если Вот Вы Нарвались На Вот Этот Тренд Называется Крошки Просто Относитесь К флирту Как Флирту К болтовне К болтовне А к действиям Как к действиям Именно Если Вы Чувствуете Что Вот Здесь Что То Не То И Я Вот Прям Сейчас Попробуйте Все Так В человеке Какие-то Действия И Вот Если Эти Действия Не Последуют Возможно Что Вы Опять Становитесь Тем Самым Запасным Аэродромом К Которому Может Быть Прибегнут А Может Быть И Найдут Совершенно Другой Запасной Аэродром Следующий Тренд Это Френд Зора В В Версии Вот Даже Была Программа Которая Называлась Дружба Между Мужчиной И Женщиной Да Было Сейчас Уже Френд Зона Не Очень Модное Название Сейчас На смену Ему Пришло Такое Модное Название Которое Называется Тьюнинг То есть Когда Люди Не Показывают Своих Чувств А Становятся Свидетелями Того Всех Тех Важных Событий Которые Происходят В жизни Пахнера Вот Например Люди Встречаются И Например Я Олегу Вот Мы С Дружные Я Рассказываю А вот Я Познакомилась С таким Человеком А вот Мы Тота А вот Мы Туда Доходили Иногда Даже Это Включает Инсимные Подробности А Второй Выслушивает Говорит И дает Советы И так Далее А при Этом Может Испытывать Очень Большие Эмоции Привязанность Но Не Показывает И Таким Образом Конечно Ж Ходит Состояние Невроза Это Пагубная А Иногда Еще К Френд Примешивается Такой Тренд Который Называется Друзья С Прилегиями То есть Когда Оказывается Что Эти Друзья Еще Иногда Вступают В Этимную Близость Да И Почему Такое Происходит Близость Без Обязательств С Одной Сторон Безопасно С Другой Сторон Мы Ж Друзья И Все Прекрасно И Замечательно Но Это Миф Секс По Дружбе Очень Маленьком Проценте Случаев Я К сожалению Сейчас Забыла Цифру Может Привести К Серьезным Длительным Отношениям Чаще Всего Как раз Это Разрушает Дружбу Разрушает Отношения И Более 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 Того Уж Точно У Одного Партнеров Возникнет Чувство Неполноценности Недооцененности Или Обесцененности Вот Такое Слово Я Люблю И Конечно Воспоминания Будут Самые Лучшие О Своем Партнере Поэтому Либо Вы Дружите Либо Вы Любите Хотя Был фильм Голливудский Который Так и Назывался С Милой Куни С Джастином Тимберликом И Там Пытались Показать Что Как раз Таки Через Это Они Пришли К Любви Но Это Я Так Понимаю Скорее Исключение Из Правил Нежели Да А дело в том Что Там Изначально Была Любовь Просто Они Так Называли Силу Опять же Таких Страхов Сомнений А вдруг Один Отвергнет Другого И так Далее Но Там Было И влечение Вот Эта Эмоция Заинтересованность И так Далее Там Не особо Было Это Похоже На Дружбу Вот Следующий Тренд Который Часто Присутствует Очень И Опять же С Этим Запросом Обращаются Ко мне Люди В терапию Они Называются Лэйли То есть Жертва По собственной Воле Когда Человек Находится В отношении С другим Чувствует Себя Несчастливо Но Боится Уйти Из отношений Но В то же Время Все время Ожидает Что Найдется Кто-то Получше С кем Я Выстрою Уже Совершенно Другие Счастливые Отношения И Если Такой Действительно Человек Появляется Не задумываясь Этот Партнер Уходит От другого И До тех пор Пока замена Не появляется Он Вот пребывает В тех самых Отношениях Жертвенных Потому что Есть страх Остаться Одному Я уже Рассказывала Что есть Люди Зрелые Которые Могут Спокойно Разорвать Отношения И какое-то Время Жить Одному И работать И что-то Созидать А есть Люди Которые Принципиально Ни дня Не могут Находиться Одни Потому что Они Несосные Фигуры На детской Или подростковой Возрастной Фиксации Им обязательно Нужен Вторичный Объект И вот этот Страх Одиночества Как раз Приводит К тому Что Сейчас Очень Популярны Различные Сайты Знакомств И вообще Такой Тренд Как Быстрые Знакомства Когда тебе За секунду Подберут Я не знаю Сто Потенциальных Женихов Только И делай Что Общайся И ходи На свидание Но Проблема И вот Самая ужасная Проблема Как раз В том Что Вот эти Быстрые Знакомства Они Не дают Почувствовать Эмоциональную Привязанность Они Не дают Что Называется Вот Пирожку Отношений Испечься Вроде Быть Только Замесив Тесто А дальше Все То есть Процесс Не Движется Прежде чем Я вот Сейчас Расскажу Про эти Четыре Этапа Здоровых Отношений Последний Тренд Скажу Это Тренд Называется Крамма Когда Люди Осознанно Расстаются Потом Снова Встречаются Потом Снова Расстаются Потому что На самом деле Там В основе Лежит Совсем Другое Как раз Не привязанность К партнеру Не А переживание Вот этих Трагических Эмоций Вот Эти драмы Расставания Потом Такой же Драмы Когда Снова Встречаемся Зудержный Секс Потом Снова Эмоции Ревность Снова Расстаемся И вот Эти вот Качели Они могут Настолько И физически И эмоционально И смотать Что человек Даже может Попасть В клинику Неврозов И совершенно Недавно У коллеги Я прочитала Такую фразу Что Когда Один Партнер Залезает В телефон Другого Чтобы Найти Там Какие-то Компрометирующие СМС Сообщения Или фотографии На самом деле Он Не это Пытается Найти А он Желает Пытать Чувство Боли От того Когда Он Это Найти Очень Тоже Такая Интересная Фраза Мазохизм Такой Получается Да И вот Последнее Что я хочу Сегодня Рассказать Что Отношения Это еще раз Повторяю Это процесс В процессе Там есть Несколько Стадий А все то Что мы Перечислили Это даже Толкому Стадиями Это назвать Нельзя Поэтому Полноценных Отношений Там не будет И каждой Новая встреча Каждое Новое Свидание Только все больше и больше Будет приводить К опустошению И вообще Сомнению Остречу ли я Любовь Всей своей жизни А вот Настоящие отношения Счастливые отношения Они должны Пройти Четыре Этапа И этапы Эти называются Слияние Отдаление Контакт И интимность И буквально По два слова Я сейчас Расскажу Про каждый Из этих этапов Ну вот смотрите Я приведу Такую метафору Когда мы Опускаем руку В воду Температуры Нашего тела Через какое-то время Мы перестаем Ощущать Эту воду В своем теле И только Пошевелив Рукой Мы можем Почувствовать Эту воду Вот это Как раз Есть те самые Границы Которые Выстраиваются Между партнерами А когда люди Только вступают В отношения Первый этап Он почему Называется Слияние Люди Начинают Дышать Жить Унисон Они сливаются В одном Им кажется Что нам И это вместе Хочется делать И вот это Нам нравится И вот это Нам нравится И вот Как раз На этом периоде Люди Выкладывают Аватарки Совместные О чем вы меня Олег спросили Да То есть В соцсетях Огромное количество Фотографий То мы совместно На отдыхе То мы катаемся На лыжах То мы там Ходим Смотреть какие-то Футбольные матчи И так далее И люди К сожалению Забывают Что вот эти Могут Принести Неизбежно К разрушению Отношений Потому что Помнить о том Что мы все-таки Два Человека Нужно Всегда Ни в коем случае Нельзя Забывать И когда После вот этого Посетяния Наступает Второй этап Который Называется Отдаление У людей Начинается Паника То есть Оказывается Тебе вовсе Не нравятся Какие-то вещи Которые нравятся Твоему партнеру Вы даже Может быть Любите Кушать Разную еду Или допустим Разная активность У нас тоже была Программа Которая называлась Местные интересы Если что Мы можем Как бы Обратить Наших Радиослушателей И поэтому Очень нужно Понять Что вот этот Вот этап Слияния Он где-то Длится Около Двух лет Два года Только Один этап Какие там Быстрые знакомства Я сейчас Про полноценные Отношения Да И вот где-то В конце первого года Мы начинаем Понимать Что оказывается Наш партнер Вовсе И не тот самый Прекрасный Принц А у них Есть какие-то Например Не очень Приятные Для вас Привычки Я все время Здесь люблю Приводить Расбросанные вещи В комнате Или пузыри Намыли И так далее И партнерам Начинает казаться Что когда Вот это Начинает Раздражать Что оказывается Любовь уходит Скорее всего Все заканчивается И вот семейная система Пребывает в стрессе И люди говорят Ну значит Если уже нам Нравятся Совершенно разные вещи Скорее всего Нам нужно Расстаться А они могут уже Быть женаты К этому времени Ну они могут Жить и в том Самом гражданском Браке Про который мы говорили Во всяком случае Они живут вместе То есть не просто Встречаются А именно Живут вместе И поэтому Здесь нужно понять Что отдаление Это как раз Очень нормальный процесс Это хороший процесс Это как раз Вот то самое Шевеление Пальчиками В той самой воде Когда ты понимаешь Что ты существуешь Что ты есть И так же есть Твой партнер И поэтому Между Вот этим Этапом Слияния И отдаления Есть еще Вот эти два этапа Которые позволят Отдаление Жить нормально Потому что Все циклично Это такой этап Как Контакт Когда мы О, давай познакомимся Я Ирина И я вовсе не люблю Футбол Который так любишь ты А я Например Олег И оказывается Я не буду За крючком И когда мы Начинаем Находить В партнере Что-то совершенно Необыкновенное То есть Мы знакомимся Мы узнаем Друг друга И Как раз Отсутствие Общих интересов Это вовсе Неплохо Это означает Что каждый Может Например Уйти в свою Правильную зону Получить там Какую-то информацию Принести И обогатить Ей Отношения И накормить Эту информацию Своего партнера Ну и конечно же Замечательный Этап Который Называется Интимность И в данном случае Здесь не про секс А про то Когда ты настолько Доверяешь человеку Тебе с ним Безопасно Что ты запросто Можешь сказать Я не буду это делать Я не хочу Мне это не нравится И Твой партнер Воспримет Это нормально А не как признак Того Что Убовь прошла И отношения дальнейшие Невозможны И здесь я очень сильно Люблю следующую Такую иллюстрацию Когда Два человека Пьет с утра И пьют кофе И один говорит Какой дерьмовый кофе И это всего лишь Про кофе А не про того человека Который его сварил И вот эта стадийность Она всегда повторяется Отношения Еще раз повторяю Они как пирог Когда замесили Поставили в духовку Определенной температурой Подогрели И спекли И наслаждаемся Его вкусом И только так А все те самые Современные тренды Про которые я рассказала К сожалению Они приводят К состоянию невроза Ощущения Одиночества И в общем-то В какой-то степени Даже Опустошение И Такого чувства А встречу ли я Когда-нибудь Любовь Всей своей жизни Ну что же Спасибо большое Это была Ирина Богачик Российский психолог Психотерапевт И программа Советы Богачик Через Несколько недель Мы обязательно Встретимся И поговорим Как мы уже сказали Про виртуальную любовь Социальные сети Спасибо большое